Привет всем любителям потыкать на кружочки. Наверное, много кто из вас видел так называемый шоу талантов на стримах по осу, где игроки скидывают свои реплеи, чтобы стримеры все зрители посмотрели на вашу игру. Но самым часто задаваемым вопросом на таких стримах является, а как скинуть реплей? В этом видео я расскажу вам, как отправить реплей другу или стримеру на шоу талантов. Начнем с того, что у каждого стримера, который проводит такие прямые эфиры, скажем так, свои правила подачи заявки на просмотр реплея. И каждый стример делает так, чтобы ему было как можно удобнее заниматься этим делом. Поэтому я предлагаю все это привести к одному более усредненному варианту. Зайдите в игру и найдите нужную вам карту с нужным реплеем. Зайдите в свой реплей и узнайте, сможете ли вы его просмотреть. Если да, то снова зайдите в просмотр результата и нажмите F2, так вы получите файл с реплеем. Нажмите на появившееся окошко внизу справа, чтобы открыть папку с реплеями. И просто загрузите этот реплей на любой файлообменник. Например, Google Drive, Яндекс.Диск или Mediafire. И обязательно, обязательно поставьте в настройках файла общий доступ. Просто на стримах было миллионы, наверное, случаев, где человек ждал своего реплея часа два, а по итогу оказывалось, что к файлу нет доступа. Стример не будет ждать, пока вы откроете доступ. Он будет смотреть следующий реплей, ведь желающих всегда очень много. Ну а после того, как вы выгрузили свой реплей на файлообменник и поставили в настройках файла общий доступ, заходим обратно в игру, нажимаем F9 и находим стримера в игре по его нику. Опять же, выбираем нужную карту и пишем ему vls.np. Так вы дадите ему карту для реплея. И просто отправляем ему ссылку для скачивания реплея. Все. После того, как очередь дойдет до вас, стример нажмет сначала на карту, скачает ее, а потом скачает и запустит ваш реплей. Но, небольшое уточнение, если у стримера есть осу-саппортер, то что-то вроде платной подписки, то можно скидывать только ссылку на реплей. Ну а для друга будет работать все то же самое, но если вы хотите скинуть реплей не в игре, а в каком-нибудь чате, то вам нужно будет зайти на страницу карты, например, через вкладку «Ссылки, связанные с этой картой» и нажать на рекорды и информация на карте. Откроется сайт, и вы сможете скопировать ссылку, чтобы ваш друг потом смог скачать эту карту. Итак, подытожим. Для того, чтобы скинуть реплей стримеру, нужно дать ему ссылку на файл реплея через любой файл-обменник и ссылку на саму карту. Ну а для того, чтобы скинуть реплей другу в любой чат, нужно сделать то же самое, только ссылку на саму карту придется дать ссылкой, а не через команду «slash np» в осу-чате. Ну что ж, надеюсь, что информация была для вас крайне полезной. Если появились вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Также не откажусь от благодарности в виде подписки на канал и лайка на этом видео. Спасибо за просмотр. Слушай, прикинь, что я придумал, короче. Вот видео сделал, да, и в конце уже, типа, титры там, все дела, оплаты, подписки на бусти. И я подумал, что если просто в конце оставлять, типа, вот эти вот вырезки, неудачные дубли, типа, как у Джеки Чана, типа, понял? Я думаю, классная идея, да. Заходим обратно в игру, нажимаем F9 и находим человека, то есть стримера.